Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная Медицина, доктор Евдокименко. И сегодня у нас тема спорная, сложная и, возможно, для кого-то не очень приятная, но говорить о ней надо. Ранее в нескольких наших других программах по психосоматике мы говорили о том, почему человек болеет, и какие эмоциональные причины порой приводят к тому, что мы заболеваем. А сегодня я хочу поговорить с вами о том, для чего человек болеет. Да, вы не ослышались, не почему болеет, а для чего. Речь пойдет о том, что иногда болезнь, как ни странно, может быть нам нужна. Да, конечно, такое бывает далеко не всегда, но и не так уж редко, как о том можно было бы подумать. Вообще, хочу сказать то, что болезнь иногда для чего-то может быть нужна, я подметил еще в детстве. Школа моя мне не нравилась, обстановка там была нездоровая, и когда я от всего этого сильно уставал, и мне становилось особенно тошно, я заболевал. Чуть ли не сознательно. Когда мне становилось нужно, тогда я и болел с диагнозом грипп или ОРЗ. И иногда по 3-4 раза за учебный год. Летом, на каникулах, я, естественно, не болел никогда. И когда я пошел в медицинское училище, а учиться мне там нравилось, и обстановка там, в отличие от школы, была хорошая и вполне дружелюбная, там я тоже вообще перестал болеть. Ни разу не болел за почти 4 года учебы в медучилище. Хотя я переохлаждался на улице и заслужался, и ноги ни разу промокали. Но ничего не брало. Не было необходимости и желания болеть. К чему я все это рассказал? В видео о том, как не заболеть гриппом или ОРВИ, я говорил о том, что иногда причиной такого респираторно-вирусного заболевания может стать, как ни странно, необходимость взять несколько дней отдыха, потребность в передышке или подавленное эмоциональное состояние, потребность в том, чтобы за вами хотя бы несколько дней кто-то поухаживал. Образно говоря, дайте мне несколько дней себя пожалеть. То есть тут складывается такая ситуация. Человек от всего устал, но не может взять несколько дней передышки от учебы или от работы. А вот если он простудился, заболел, если у него повышенная температура, кашель, насморк, то человек получает своего рода индульгенцию. И как бы законно, может эти несколько дней на работу или на учебу не ходить. В этом случае срабатывает особенность психики и организма, которую психологи называют термином условная выгода от болезни. Речь идет о тех случаях, когда болезнь несет некую неосознанную пользу или выгоду для пациента. Например, человеку давно надоела его работа, она ему опостылила. Но бросить эту работу ему мешают доводы разума или какие-то отговорки. В такой ситуации именно болезнь может заставить человека сделать то, что он сделать бы никогда не решился. Например, по причине болезни он может перестать время находить на опостылившую работу. Или по состоянию здоровья он будет вынужден бросить либо сменить ее. Из той же серии болезнь может стать подсознательным поводом для вынужденного отпуска. Например, человек не прислушивается к своему организму, очень долго не отдыхал. И вот именно болезнь может заставить его взять вынужденный отпуск. Только в этой ситуации, к сожалению, отдыхать придется либо на больничном, либо в больнице. Иногда болезнь невольно заставляет человека переехать в город с более подходящим ему климатом. Или заставляет его разорвать какие-то неблагоприятные отношения, неблагоприятные связи. Например, ну скажем так, с малоприятными родственниками или бывшими друзьями. Возможно, вы о таких ситуациях, о которых мы рассказали, уже слышали или знаете. Но вообще-то наше сегодняшнее видео не совсем об этом. А вернее сказать, не только об этом. И вот здесь я сейчас подхожу к главному. Главное, что нам нужно знать. Наш организм это своего рода государство с миллиардами жителей. А жители это наши клетки и полезные микроорганизмы, которые в нас живут. И вот у всех этих жителей одна важная задача. Сделать так, чтобы наш организм выжил и прожил максимально долго. Порою даже вопреки нашему неразумному поведению. Еще раз подчеркну. У организма, у содружества клеток в организме одна главная задача выжить. Поэтому, если мы не слушаем потребности организма в отдыхе, в правильном питании, в соблюдении режима, то организм может принять свои меры. Например, с точки зрения именно выживаемости организма, мигрень лучше инсульта. Поэтому, если человек слишком много переутомляется, слишком много думает, слишком много волнуется. И, например, мало занимается физической активностью, то есть не сбрасывает свой стресс. То организм может заставить своего хозяина свалиться с приступом мигрени. И хотя мигрень это и очень больно, и очень неприятно. И порой мигрень заставляет человека несколько дней провести в постели. Это все-таки лучше, чем если бы человек свалился с инсультом. Подагрический приступ, с точки зрения выживаемости, лучше почечной недостаточности. А ведь подагра, подагрический артрит, это не только болезнь суставов, но это еще нарушение работы почек, которое в итоге может привести к почечной недостаточности. Поэтому, если человек злоупотребляет алкоголем и ежедневно ест объемные стейки, то организм лучше устроит своему хозяину приступ сильнейшей боли в суставах, чем допустит, что вы перестали работать почки. Еще один пример. Больные колени, по моим наблюдениям, часто не пускают человека куда-то, куда ему идти очень не хочется или не можется. Например, на работу, где нездоровая обстановка. Или порой колени не пускают человека ухаживать за тяжело больными родственниками, когда у человека сил на это уже совсем не осталось. Аллергия на таблетки или побочные действия лекарств. Порой это может говорить о том, что к лечению своему нужно подходить разумно и не травить свой организм таким количеством таблеток. Ведь во многих случаях лечиться можно не гостями таблеток, а, скажем, другими методами. Например, лечебной гимнастикой, или методами физического воздействия, или изменением образа жизни. Резюме. Я хочу еще раз подчеркнуть, что болезнь не всегда вызывается злыми происками судьбы. Часто болезнь – это послание организма своему хозяину о том, что он делает что-то неправильное, и что в этой жизни нужно что-то менять. Возможно, нам нужно изменить режим питания, образ жизни, или изменить свои эмоциональные привычки. Например, некоторым людям нужно избавиться от привычки чуть что эмоционально возбуждаться, расстраиваться и волноваться по пустякам. Вообще, хочу сказать вот о чем. Если у нас в семье кто-то заболевает, то мы обычно задаем заболевшему два вопроса. Первый вопрос – любимый, любимая, что у тебя не так, почему ты заболел, почему ты заболела? Второй вопрос – для чего ты заболел? Чем можно тебе помочь? Что нужно исправить? Вот в этом, дорогие друзья, главная суть нашей сегодняшней программы. Если вы заболели, конечно, нужно обязательно лечиться. Но чтобы лечение было успешным, постарайтесь найти причину своей болезни. Постарайтесь понять свой организм. Попробуйте понять, что именно он пытается вам сказать. Что нужно изменить в своем поведении, в своем образе жизни. И еще, помните, что наш организм – это мы и есть. Себя нужно любить, и свой организм тоже нужно любить, и о нем нужно правильно заботиться. А то некоторые люди, например, о своем автомобиле заботятся больше, чем о себе. За машиной они ухаживают, вовремя ремонтируют, проводят техосмотры. А о своем организме такой заботы порой даже нет. Дорогие друзья, и это на сегодня все. Под видео будут даны ссылки на другие наши программы по психосоматике. И вы можете эти программы посмотреть. Также мы выкладываем дополнительную информацию по психосоматике в соцсетях, в Инстаграме и ВКонтакте. И вы можете эту информацию изучить. И у нас к вам будет просьба. Если вы уже сталкивались с такими проявлениями психосоматики, о которых мы рассказывали в этой программе, пожалуйста, напишите нам об этом в комментариях под роликом. Ваш рассказ будет важен для нас и для многих других наших зрителей. А мы желаем вам всего доброго. Любите своих близких, но не забывайте любить и себя тоже. Это важно. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!